Ребят, всем привет! Меня зовут Илья. И сегодня я хотел бы сделать краткий обзор скутера Honda AF62. Немножко поговорим о технических характеристиках. Эта модель выпускалась с 2003 по 2007 год. Есть похожая абсолютно внешняя модель Honda AF68, но он уже инжекторный. Это карбюратор. Четырехтактный двигатель. Объем топливного бака 4,6 литра. Что меня особенно порадовало, бака мне хватило примерно на 170 на 180 километров. Что, согласитесь, очень приятно. Тормоз передний и задний барабанные. Что здесь порадовало, получается, при нажатии заднего тормоза также срабатывает и передний комбинированная такая система. Масло здесь уже идет в самом двигателе, так как модель четырехтактная. Масло 0,7. Заливаем масло. Меняем каждые 2000 километров. Вместе с маслом желательно, конечно, менять. И фильтр. Фильтр здесь бумажный. Кассетная такая штучка. Бумажный фильтр. Так, смотрим дальше. Что еще порадовало? Для того, чтобы открыть багажник, среднее положение, Сиэт Пуш, переводим в среднее положение, и нажимаем ключик сверху. Оп. И багажник наш открыт. Багажник довольно-таки вместительный. Шлем вмещается легко. Так, смотрите. Бак расположен у нас сверху. Бензобак. Довольно-таки удобно. Так, смотрим. А вот здесь, вот в полике, в полике у нас аккумулятор и коммутатор. Сейчас я вам покажу. Наглядно. Вот так вот отщелкаем. Вот наши аккумуляторы и коммутатор. Вот они. Ребята, говорю сразу, насчет этой модели. Здесь мощность всего лишь 3,8 лошадиных силы. Кто-то говорил 4,1. 4,1 это в 68 модели Хонда. Здесь 3,8. Но мне, в принципе, хватает. Это модель для спокойной езды. Для умеренной, для спокойной езды. Если вы любитель гонок со старта, конечно, лучше возьмите двухтактник. Там, конечно, и расход будет совсем другой. Это для умеренной, спокойной езды. Так, дальше по зажиганию еще немножко покажу вам. Блокиратор руля есть. Влево поворачиваем. И блокируем. И закрываем. Вот так вот. И дальше мы уже открыть не сможем. Сможем открыть только вот ключом. Оригинальный. Хондовский. Вот. Магнитик. Вставляем вот так вот. И открываем. Все удобно и удачно сделано. Так, смотрите. Насчет этой модели, что я еще хотел сказать. Я на ней проездил 12 тысяч километров. И за все это время я менял только масло в двигателе. Масло получается в редукторе. Да, раз в пять тысяч километров я заменил. И получается заднюю покрышку я менял. Для 12 тысяч километров это очень даже хорошо. Владельцы такой модели со мной согласятся. Довольно-таки удачная модель. Такая же удачная, как, допустим, 34-35-е Хонды двухтактники. Я бы ее так же назвал такой же удачной. Две эти работают приятно, тихо. Сейчас вам продемонстрирую. После того, когда проедете, конечно, он еще тише начнет работать, когда прогреется. Так, чего бы еще хотелось бы добавить? Смотрите, здесь скорость 57 километров в час. И ничего больше вы не сделаете, потому как сама отсечка находится в самом коммутаторе. Не знаю, не пробовал я расточку вариатора и пробовать не хочу. То есть, если я захочу больших скоростей, я куплю себе мотоцикл. А так, 57 километров вам хватит вполне. поэтому модель очень удачная. Я покупал ее в 2013 году за... Сейчас я вам скажу, сколько... 920 долларов. Но это еще дорого покупал. В принципе, я думаю, на то время можно было взять долларов за 850. но я полностью доволен. Поэтому всем, кто заинтересовался такой же моделью, такой же моделью, то есть, рекомендовал вы, покупайте себе. Но вы не пожалеете. Главное ухаживать за двигателем, менять во время масла, фильтра. И все у вас получится, все у вас будет хорошо. Ребята, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим пальцы вверх, кому нет, ставим пальцы вниз. С вами был Илья. Пока.